13 городов-побратимов у Новосибирска, Томск 6, в том числе и российский Омска, больше 20. А у Кемерово всего один венгерский шелготарьян. Чем выгодны такие взаимоотношения, есть ли у них будущее, об этом сегодня поговорим с нашим гостем студии, краеведом и журналистом Владимиром Сухацким. Владимир Александрович, ну вот само название побратимства между городами, оно к чему обязывает? Каковы, скажем так, может быть моральные, либо это уже конкретно экономические взаимоотношения между такими городами? Ну вообще подразумевается все-таки неэкономические. Изначально это все-таки культурные связи, это обмен выставками, концертами, да, чтобы люди больше знали культуру другой стороны. Экономические, ну постольку поскольку. Тут нужно отметить, что Кемерово, у нас-то большой опыт побратимства, более 50 лет. Еще в 66-м году возникло общество дружбы Кузбаска, многоградской дружбы, и сколько уже, да, более 50 лет. А вот города Новосибирск, соседи наши, Томск, Комск, они брататься-то только стали в 90-е годы, ну 89-й год. Поэтому у нас более богатый опыт, нежели у наших соседей. И нам есть чем и похвалиться, и задуматься, а нужно ли нам это побратимство. Вот в связи с этим сразу вопрос, а действительно существует ли необходимость сегодня вот в таких взаимоотношениях? И если окунуться в историю, то насколько это оправдано, в частности вот в Кемерово, да, с венгерским шелготарьяном. И вот у Новосибирска город побратим, это Ереван. Но насколько это правильно, скажем так? Ну вообще, если мы посмотрим, с кем побратимы наши соседи, это просто-напросто можно удивляться каждому побратимому городу. Ереван, как вам нравится, Новосибирск, по-моему, дружит с Тирасполем, Приднестровскую республику, да. Ну или какие-то китайские города, которые мы не знаем. Или, допустим, Томск у нас, оказывается, дружит с городом Монрово. Ну, название красивое. Город 21 тысяча, в штате Огайо, городишко вот такое. А у нас все-таки мы, Кузбасс, дружим с Ноградской областью в Венгрии. Ноградская область – это угольный регион. Но у нас в 66-м году, как мне рассказывали, была такая идея. В ЦК партии решили, что нужно как-то нам со странами народной демократии дружить. И сказали Кузбассу, вот, найдите себе регион, с которым бы вы хотели дружить. А Кузбасс был первым в этом отношении? Одним из первых. Одним из первых. Ну, Москва, Санкт-Петербург, наверное, все-таки. Ну, безусловно. Ну и тот же самый Сталинград, да, Волгоград. Но одни из первых. Ну и нужно, чтобы был угольный профиль. Но наши кинулись, ну, казалось бы, ну, предупредили, кап страны не брать, только страны народной демократии. Ну, они кинулись в Польшу, Силезия. Кто-то уже побратался. В Чехословакии кто-то побратался. Ну, нашли маленькое, там, Венгрии, маленький угольный регион на Градской области. Ну, так и побратались. Как вы считаете, в связи с вот, с этими узами дружбы, да, необходимы ли подобные взаимоотношения между городами в будущем? Будет ли от них какой-то результат? Понимаете, я думаю, что да. Вообще само это движение очень правильное. Оно способствует сближению людей, а не разъединению. И это должно быть главным критерием, когда люди друг друга понимают, находят общий язык. Это самое лучшее, чего можно бы ожидать. Поэтому перспективы, понимаете, все же можно забюрократить, заформализовать. Если мы будем обмениваться делегациями, только делегациями, делегация нашего департамента приезжает, ну, это вряд ли продуктивно. А вот если наши артисты поедут, это да. Если их артисты приедут, да. Если будет постановка, как это было в 79-м году, приехал театральный режиссер Роберт Ногради, сюда в Кемерово и поставили пьесу, классика венгерской литературы здесь, то это хорошо. А если так, понимаете, все эти декларации, протоколы, договоры, будем крепить и дальше дружбу. Это пустые слова. Нужно делать конкретные мероприятия. И нужно, чтобы люди сближались, а не просто какие-то бюрократы и функционеры друг к другу ездили попить паленку. Ну, а я напомню, у нас в гостях был Владимир Сухацкий, журналист и краевед, который рассказал о том, вообще необходимо ли восстанавливать движение по братимству между городами. И если оно даже и есть, то нужно ли оно в принципе. Спасибо.